Всем привет с канала Камрад Майор и сегодня обзор новой сборной модели от компании Звезда Бериев Бе-200. Это российский самолет-амфибия, который стал известен даже среди людей, не занимающихся авиацией после частых пожаров, и этот самолет способен тушить даже самые серьезные очаги. Современный российский многоцелевой самолет-амфибия нового поколения создан и производится Таганрогским авиационно-научно-техническим комплексом имени Бериева. Первый полет самолет-амфибия совершил 24 сентября 1998 года. Эксплуатируется в составе авиации МЧС России и МЧС Азербайджана. Также в сентябре или в конце августа 2020 года один из Бе-200 вместе с экипажем разбился в Турции при тушении пожаров на их территории. Здесь же мы имеем сборную модель от Звезды. Масштаб 1 к 144, то есть та, в которой делается вся большая авиация. 60 деталей, 23 сантиметра в длину. Довольно такая модель будет компактная для самолета. Открываем и здесь у нас встречает сам короб, который еще и вытащить даже, кстати, тяжело. Здесь у нас, значит, что первое мы имеем, это схему окраски, либо это Бе-200 из 859-го центра боевого применения и переучивания летного состава. Такой, то есть, темно-синего окраса. И стандартный российский самолет-амфибия Бе-200 ЧС. То есть, он такой прям довольно красивый в своем бело-синем исполнении. Также стандартная звездовская инструкция вклада, что не проглатывать пластик, а аккуратно обращаться с клеем. Это тоже мы убираем в сторону. Следующая это инструкция, где также краткая историческая справка и два варианта у нас будет самолета. На шасси и на подставке. Здесь мы, значит, видим, что собирается все от кабины. Потом остекленение фюзеляжа, сам фюзеляж, контейнеры для сброса воды, если мы их хотим. Также видим, что в нос устанавливается груз весом 10 грамм, чтобы не переворачивался самолет. Ставятся шасси, ставятся двигатели и можно фиксировать на подставке. Здесь же идет перечисление литников и размещение технических надписей. Здесь у нас в таком большом зиповском пакете идут пластиковые детали прозрачные, остекленение кабины. И большой-большой литник с декалями. Он просто огромен и их надо будет использовать очень грамотно, потому что не хочется как бы ошибиться. Здесь у нас идет коробка, сам пакет с литниками. Дана подставка, что, кстати, для звезды в последнее время редкость. Обычно они не добавляют ее, чтобы люди покупали сами. Потому что как бы лишние 170 рублей с человека поиметь, как бы, что нет. Вот она стандартная звездовская подставка. Так, и получается здесь мы имеем 3 или 4 литника. Первый литник сам корпус, фюзеляж. Довольно грамотно сделана расшивка, на мой непрофессиональный взгляд. Турбины двигателей, хвост, да, всего 3 литника здесь. Дальше идут сами турбины, днищи и шасси, включая нос самолета. И крылья, верхнюю и нижнюю стойку. Также контейнеры для сброса воды. Вот таким образом выглядят у нас эти литники самолета Би-200. Сейчас ножниц с собой под рукой нет, а так можно было бы снять прям половину фюзеляжа, чтобы прям прикинуть. Ну вот, то есть, да, 23 сантиметра. То есть, довольно большая модель для самолета гражданской авиации. И я думаю, она будет более чем прекрасно смотреться в моей коллекции. Тем более Би-200 я хотел давным-давно себя. Значит так, это мы убираем в коробку, убираем в коробку вот это, убираем в коробку инструкцию и схема окраски. Подставку мы уберем просто. Всё. Закончили мы тем самым обзор модели Би-200. Её я не буду никак не дополнять ничего. Я сделаю из коробочный вариант. Потому что, как бы, что-то здесь выдумать с самолетом довольно проблематично. Как бы, просто не испортить этим саму модель. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Можно хейт в комментариях. Главное, проявляйте любую активность. На все комментарии мы отвечаем. С вами был Камрад Майор. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok